В эфире события в студии Андрей Трой. Здравствуйте. Регистрация кандидатов в районные советы депутатов Самары закончена. Сейчас по области зарегистрировано 6 997 кандидатов. По Самаре их число составляет 1671. Кандидаты от партии «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» зарегистрированы во всех районах Самары. Отказ в регистрации получили 310 кандидатов. Основная причина – ошибки в оформлении подписей избирателей. Поскольку кандидатами идут сейчас у нас люди, можно сказать, от народа, их достаточно большое количество, и вот нехватка опыта, наверное, первый раз, поэтому допускались такие ошибки, например, когда заверено сборщиком подписной лист раньше, чем собирались подписи, либо дата проставленная внесения подписи не собственноручной избирателем. Обжаловать решение избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидат имеет право в течение 10 дней. Всего же в Самаре будут работать 284 районных депутата. Таким образом, после реформы местного самоуправления в каждом из районов будет сформирован собственный совет депутатов. Срок полномочий райсоветов – 5 лет. Своих членов они будут делегировать в городскую думу, которая будет переименована в совет депутатов Самары. Кадровые изменения в городской администрации. Новым руководителем департамента финансов назначен Владимир Сластенин. Свою карьеру Владимир Владимирович начинал в органах исполнительной власти тогда еще Куйбышева. С начала 90-х трудился в банковской сфере. Нового руководителя, на которого городские власти возлагают большие надежды, коллегам представил глава администрации Самары Олег Фурсов. Перед нами, конечно, это очень серьезная задача. Мы в полной мере собираем налоги. Нам нужно выстроить более жесткие отношения с налогами. Инспекция с структурами, которая отвечает за обеспечение подправок долгов в Федеральной службе судебных приставов. Нам нужно работать с инспекцией, очень активно с тем, чтобы они поплатили в полном объеме. Избегать сырных зарплат, снижать нелегальную занятость. Это все очень такие глобальные задачи, которым вам предстоит заняться. Андрей Примилов, который возглавлял департамент финансов с 2010 года, покинул этот пост по собственному желанию. На еженедельном совещании в мэрии глава администрации Самары Олег Фурсов высоко оценил вклад Андрея Примилова в развитие Самары и вручил благодарственное письмо за работу на благо города. 14 августа в Самаре начнет работу традиционная сельскохозяйственная ярмарка. На площади Куйбышева запланировано обустроить 270 торговых мест. Свою продукцию представят производители со всей области. Закупаться продуктами самарцы смогут с пятницы по воскресенье. Ярмарка будет работать с 8 утра до 6 вечера. Также сельхозярмарки откроются во всех районах города. В Куйбышевском районе на пересечении улиц Пугачевский тракт и улицы Нефтяников. В Промышленном районе на улице Воронежская. В Ленинском районе на пересечении улиц Владимирская и Коммунистическая. В Кировском районе на улице Старозагора у торгового центра Колизей. В Красноглинском районе поселок Мехзавод. В районе Дворца культуры Октябрь. Подробнее узнать о местах размещения можно будет на сайте городской администрации. Работать ярмарки будут до 1 ноября. Глава администрации Самары Олег Фурсов поручил главам районных администраций и городскому департаменту потребительского рынка взять под особый контроль организацию ярмарок. Люди должны максимально иметь возможность купить все по доступным ценам. С хорошим качеством, без обвесов, без обсчетов. Обращайтесь на это внимание. Хотел, чтобы одновременно вы занимались уборкой территории. Закончилась ярмарка, значит, все должно там быть подобрано, вычищено. Участников дорожного движения надо приучить к строгой дисциплине. Помогут новые правила. Сел пьяным за руль и стал причиной аварии? Готовься платить огромный штраф или сидеть в тюрьме. При повторном вождении за рулем в нетрезвом виде нарушителю грозит штраф до 300 тысяч рублей, общественные работы или лишение свободы на срок до двух лет. Увы, но в ДТП часто виноваты не только автолюбители, но и водители общественного транспорта, в частности, водители трамваев. Поговорить с ними об оптимизации дорожного движения решили сотрудники управления ГИБДД. С начала 2015 года в Самаре зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий с участием трамваев. Один человек погиб, 15 получили травмы различной степени тяжести. Плотное взаимодействие между госавтоинспекцией и трамвайно-троллейбусным управлением должно помочь в решении этой проблемы. На встрече с исполняющим обязанности начальника ГИБДД водители трамваев могли задать вопросы и высказать свои предложения по оптимизации дорожного движения и профилактике аварий. В таком большом городе, как Самара, к сожалению, не везде можно оградить и выделить трамвайные пути, чтобы легковые авто не могли заезжать на рельсы. Но работа в этом направлении активно ведется. На некоторых улицах, как, например, проспект Ленина, трамвайные остановки обнесены барьерами, и эта практика должна продолжаться. Сегодня есть у нас рекомендации с Главным управлением РФ по поводу обустройства именно трамвайных остановок. Сделать так, чтобы, по крайней мере, в местах посадки и высадки пешеходов у нас были соответствующие барьерные ограждения, чтобы пешеходы и будущие пассажиры трамваев, они шли по четке, выделены, во-первых, сначала по пешеходной дорожке, далее они попадали на остановочную площадку. Одной из причин аварии на дорогах по-прежнему являются нетрезвые водители. С 1 июля ужесточилось наказание для тех, кто повторно сел за руль под градусом. На сегодняшний день уже возбуждено 142 уголовных дела. Преступникам грозит штраф до 300 тысяч рублей, общественные работы или заключение под стражу сроком до двух лет. Мариана Мирная, Дмитрий Мешканцов, События. В Самаре взят под стражу Мансур Исманжонов, главный подозреваемый в убийстве болельщика футбольного клуба «Спартак» Антона Феоктистова. Напомним, преступление было совершено в ночь с 8 на 9 августа на территории кафе «Палуба». По данным правоохранителей, между посетителями заведения вспыхнула ссора, которая потом переросла в поножовщину. Подозреваемый, используя нож в качестве оружия, нанес гражданину Феоктистову два удара, один из которых пришелся в шею с передней стороны, в результате которого и наступила смерть Феоктистова на месте происшествия. Исманжонов был задержан в кратчайшие сроки, недалеко от места преступления, возле администрации Октябрьского района. Орудие преступления у него находилось при нем, позже он пытался избавиться от орудия преступления, однако у него это не получилось, нож был изъят. Теперь подозреваемому грозит до 16 лет лишения свободы. Сейчас следователи продолжают выяснять причины конфликта, также изучают записи с камер видеонаблюдения, установленных в кафе. По ходатайству следователей и решению суда в ближайшие два месяца, пока идет следствие, подозреваемый проведет в СИЗО. Память о боевых товарищах сплотила тысячи человек со всей России. На фестиваль патриотической песни и слет ветеранов боевых действий на Мострюковские озера съехались участники локальных войн и вооруженных конфликтов внутри страны. Камуфляж, ордена и бесконечная вера в боевое братство. Патриотической тематикой прониклась и наша съемочная группа. Духом патриотизма на фестивале «Память» пропитано все. В военной форме даже дети и четвероногие друзья человека. Вспомнить боевых товарищей, грозные горы Афганистана и суровые небы Чечни съехались те, для кого понятие братства и единства священное. Вячеслав Павлов долгие годы был в ответе за спокойный сон жителей России. Служил в спецподразделении «Вымпел». Говорит, колоссальный боевой опыт необходимо передать молодежи. Чтобы вот эти частицы, что были заложены в нас, боевое братство, дружба, хорошее чувство, так сказать, ответственность за порученное тело, чтобы оно по частице, по какой-то, переходило к нашему молодому поколению, к нашим детям, к нашим внукам. Вот это, я считаю, для меня это был бы высший пилотаж, высшая, так сказать, степень моего участия. Омск, Москва, Татарстан, Ульяновск. На фестивальной поляне целая страна. В лагерях костры и палатки. Для юных патриотов выставка оружия. На сцене звучат военные песни, к которым всегда особое отношение. Эта песня написана офицерами, солдатами, людьми, которые проходили дорогами воинской службы. Они написаны душой, сердцем. И в них поется, наверное, как в каждой песне о любви к родине, о любви к женщине. И в этом и основа патриотизма. Как тогда в декабре, автомат на ремне, Это было вчера в Чечне. Для гостей из Республики Крым фестиваль патриотической песни – символ возвращения в родную гавань. Россию крымчане считают своей и стоять за нее обещают до конца. 90-е годы, которые отняли у них родину, вспоминают с болью. Сегодня, говорят, отрадно наблюдать процветание России. Сейчас, благо, что у нас возрождается армия, у нас прекрасный президент. Есть огромнейшее чувство гордости за свою страну. В этом году фестиваль память и слет ветеранов боевых действий посвящены 70-летию Великой Победы. Сами защитники Отечества говорят, какой бы трудной ни была эпоха, в стране всегда найдутся те, кто любой ценой отстоит родную землю. Алина Чемерис, Константин Головин, События. Белоснежка и гномы из газонной травы. Самолет Ил-2 из цветов и символ праздника – огромный цветик-семицветик. Удивительные композиции из растений можно увидеть на 11-м ежегодном фестивале цветов. Тысячи жителей пришли посмотреть на великолепные растения, площадки ландшафтного дизайна и послушать концерт. Марианна Мирная продолжит. Колоссальный размах. Тысячи жителей и гостей Самары пришли в парк «Дружба» на фестиваль цветов. Необычайная красота и букет ароматов, ландшафтные композиции, выступления творческих коллективов. Настоящий праздник для души и для глаз. Замечательные, в принципе, красивые экспозиции видны, настроение поднимается, заметно, что много людей собралось. Замечательный праздник сделали. Праздник отличный, веселый для детей. Здесь вообще просто восхитительно, я считаю. Музыка всевозможная разнообразная для любого поколения. Но праздник, по мне, просто превосходный. Праздник сумасшедший, интересный, в смысле сумасшедший, в хорошем смысле слова, дети радуются, взрослые тоже с улыбками на лица ходят по этим аллеям, рассматривают интересные фигуры, экспозиции, очень много растений, цветов, все очень прекрасно. В нашем городе должно быть как можно больше цветов, рассказал жителям Самары глава администрации Олег Фурсов, который также пришел на городской праздник. Общими усилиями мы сможем кардинально преобразить город, чтобы Самара радовала людей своими красками. Для этого в городе разрабатывается специальная программа. Условное название «Цветущая Самара» этого проекта. Я думаю, что мы договоримся со всеми работодателями, со всеми собственниками киосков, магазинов, торговых площадей, чтобы они украшали территорию около себя. Ну и мы в этом году закладываем большую сумму средств на то, чтобы подготовить рассаду и высадить ее в следующем году на газонах нашего города. Люди очень позитивно отнеслись к этой практике. Я думаю, в следующем году, если все будет хорошо, мы с вами город кардинально украсим цветами. Город должен быть цветущим у нас. Сделать Самару цветущей вполне реально. На будущий год заложены значительные средства на озеленение газонов, рассаду и высадку цветов. К этой работе планируют привлекать и активных неравнодушных горожан, и, конечно, организации. Такие, как спецремстройзеленхоз, сотрудники которого неоднократно доказывали любовь к растениям и умение работать с ними. Они, по крайней мере, со мной разговаривают, отвлекаются, цветут. Кактусы у меня регулярные, то по очереди цветут. Все. Даже алой. Второй раз уже у меня алой зацвел. Также на фестивале подвели итоги фотоконкурса «Цветной город», который проводился совместно администрацией города и предприятием парки Самары. Одной из лучших стала фотограф-любитель Юлия Ишенина. Говорит, на победу не рассчитывала, просто делала то, что любит. Так как изображена хозяйка цветов, то, в общем-то, видно, что она их любит, она их подбирала. Конечно, каждый человек выращивает цветы, которые ему подходят, которые именно с ним сочетаются. Так и получилось. Создатели лучших работ по флористике и ландшафтному дизайну будут претендовать на возможность украшать Самару в преддверии грандиозного события. Чемпионата мира по футболу 2018 года. Мариана Мирная, Артем Сулайманов. События. Олег Фурсов. Он поблагодарил Алексея Ивановича за работу на благо города. Отметил. Его трудовая деятельность – яркая страница в истории областной столицы. На примере Родионова будет воспитываться подрастающее поколение, подчеркнул Олег Фурсов. Поиграть в футбол, проверить готовность к труду и обороне и даже сразиться с чемпионкой мира по фехтованию. Тысячи жителей со всех уголков губернии отметили в областной столице День физкультурника. Праздник здорового образа жизни прошел при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия». Участие в торжестве приняла и наша съемочная группа. На небе, на воде и на суше развернулся большой праздник спорта. Пока по Волге плыли регаты, а над головой кружили вертолеты, по Самарской набережной стройными рядами прошли представители всех районов города и муниципальных образований губернии. Тысячи человек выстроились в очередь, чтобы сразиться на боксерском ринге или в тестовом режиме сдать нормы ГТО. Марат Шевалиев приехал из Камышлы. В длину прыгнул почти на три метра. Постоянно надо держать себя в форме. Это не так, что один раз подготовился в течение месяца, сдал и все, на этом, конечно, бросать не надо. Это постоянно держать себя в форме. Экипироваться, вооружиться шпагой и почувствовать себя королевским мушкетером мог любой желающий. По одну сторону фехтовальщик-дилетант, по другую трехкратная чемпионка мира Виолетта Храпина. Не каждый день, на самом деле, будешь сражаться с чемпионкой мира. Ой, меня укололи. Это не больно, на самом деле просто страшно. Потому что все-таки шпагу на тебя направляют. Я говорю, нет, Артаньян, и меня закололи. Ну да, от меня бы ничего не осталось. Шпага была, на самом деле, острая. Ну, в любом случае, было очень интересно. Виолетта, спасибо вам за бой. Спасибо. Рада за людей, которые сюда пришли, которые попробовали себя в роли фехтовальщика. Очень интересно смотреть на них со стороны, смотреть на них во время боя, как они себя ведут, что они хотят сделать. По крайней мере, все сидят в защите, все боятся выходить в атаку. Чемпионов Самарская земля взрастила немало. Город всегда славился своей спортивной историей, отметил глава администрации Олег Фурсов. Наши многие успехи в спорте объясняются тем, что очень амбициозные люди приходили в спорт и добивались высших наград страны и мира для престижа, для чести нашего замечательного города. На площадках лета в боксерских перчатках и лета с футбольным мячом, организованных партией «Единая Россия», спортивные страсти достигли своего апогея. На боксерском ринге встретились и начинающие спортсмены, и многократные победители крупных соревнований. А с мячом на поле вышли более десятка команд. В матче между их капитанами и ветеранами крыльев советов принял участие и секретарь регионального отделения партии Александр Фетисов. Праздник физкультуры закружил жителей губернии в большом спортивном вихре. Вместо «Привет» на улицах раздавалась физкульт «Ура». Этот праздник определяет, насколько успешно и эффективно развивается наше общество. Научно доказано, что умственное развитие, оно непосредственно связано с физическим развитием человека, то есть всестороннее развитие. Это прежде всего определяет и здоровье нации. Рано утром здесь сотни людей, которые занимаются оздоровительным бегом. Идет скандинавский хайт-бой. Буквально с 7 утра уже все футбольные площадки заполнены. И уже до позднего вечера, причем вне зависимости, лето это или зима, играют активно футбол. К главному событию 2018 года в Самарской области спорт развивают глобально. За последние два года в регионе возвели шесть новых ледовых дворцов, пять бассейнов, семь стадионов с искусственным покрытием, 11 физкультурно-оздоровительных комплексов. К чемпионату мира по футболу только в Самаре появится более 30 спортивных объектов. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. На этом наш выпуск завершен. Смотрите нас онлайн на сайте samara.tv и через специальные бесплатные приложения для телефонов и планшетов на базе Android и iOS. Полный архив передач на www.samaragist.ru Следуйте за нами в Твиттере, читайте нас в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук. И это пока все городские события, а у меня еще новости экономики. Не переключайтесь. Прохвосты, проходимцы и пройдохи и прочие, кто духом ядовит, в гармонии с дыханием эпохи легко меняют запахи и вид. Это я к тому, что еще не успели выпустить карты российской платежной системы МИР, как появились мошенники, желающие на этом заработать. Банк России зафиксировал в случае рассылки e-mail сообщений, содержащих недостоверную информацию о запуске системы МИР. Сообщение содержит описание возможностей платежной системы и предложение получить пластиковые карты МИР, заполнив форму участника, находящуюся во вложении. При этом имеющийся во вложении исполняемый код позволяет злоумышленникам загружать на компьютер клиента вредоносное программное обеспечение различной направленности. Так что если вы получили такое сообщение, не открывайте его, не читайте и уж тем более не скачивайте вложения. Правительство может ввести повышающий коэффициент ОСАГО для автомобилистов, которые часто нарушают правила дорожного движения. Это предложение опубликовано в утвержденном премьером Дмитрием Медведевым плане мероприятий, направленных на снижение смертности от ДТП. Российский союз автостраховщиков поддерживает все меры, которые позволят снизить аварийность на дорогах. Поддерживают ужесточение мер и страховщики. Ну, во-первых, страховщики поддержат все, что им доход приносит. А во-вторых, как отличить злостного нарушителя от незлостного? Российский фондовый рынок открылся снижением индекс ММВБ в минусе на отметке 1690 пунктов. Аутсайдеры, Фарм, Стандарт, Мегафон, ТМК, Яндекс, Газпром и Лукоил. Среди лидеров Роста – Полюс Золото, ФосАгро, Уралкалий, Распадская и Акрон. К открытию торгов в России сложился нейтральный внешний фон. Американские индексы завершили день снижением. На азиатских площадках торги проходят бесчетко выраженные динамики. Нефтяные котировки продолжают торговаться вблизи полугодовых минимумов. Курс доллара на 10 августа – 63,83 рубля, курс евро – 69,80 рубля, золото стоит 2239 рубля за грамм, серебро стоит 30,27 рубля за грамм, цена нефти марки Brent – 48,90 доллара за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин и значит вы смотрите «Самарские новости спорта». Самарская теннисистка не может выиграть второй турнир подряд. Хоккейная «Лада» выиграла бронзовый кубок губернатора Нижегородской области. Крылья советов спланировали с 9 на 10 место в чемпионате страны. На «Металлурге» прошел четвертый матч премьер-лиги с участием «Самарских крыльев советов». На этот раз соперником «Волжан» выступил столичный «Спартак». Москвичи недолго решали задачу с открытием счета. На шестой минуте точно в угол ворот Конюхова отправил мяч к Винси Промес. Отдуплился «Спартак» ведь тоже на шестой минуте, но уже второго тайма. В итоге 0-2 поражение «Крыльев» и «Советы» спланировали на 10 место. Конкуренцию с «Амарцем» составляют «Мордовия» и «Терек». Хоккейная «Лада» – бронзовый призер Кубка губернатора Нижегородской области. В копилке «Лады» на предсезонном турнире три победы. Сдались Нижнекамский «Нефтехимик» 3-2, Ярославский «Локомотив» 4-1, Нижегородская «Торпеда» 1-0. Уступили автозаводцы Уфимскому «Салавату» Юлаеву 0-4 и Казанскому «Акбарсу» 1-2. Анастасия Павлюченкова уступила в финале Вашингтонского турнира американке Слоун Стивенс. Самарчанка смогла взять в этом матче только три гейма, проиграв со счетом 1-6-2-6. Неделю назад Павлюченковой тоже не повезло. Она проиграла финал Бакинского турнира. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова